Я представляю Санкт-Русский государственный университет, а именно я являюсь инженером-кологом с подъемом. Немножко информационная справка, что же такое Санкт-Русский государственный университет. По факту это 12 тысяч сотрудников, здесь их привели только о преподавательском составе, но и все, кто обеспечивает работу в госуниверситет. Ну и 30 тысяч студентов. Если мы говорим о моментах, то это более 60 человек, то есть 60 крупных, которые легко узнаваемых и уже поменьше, которые в том числе и базы. Собственно, как университет мы давно уже задумывались о том, как мы воздействуем на природу и что мы можем изменить. Таким образом, за последние 2-3 года у нас были разные большие проекты, в основном это акции во сбор макулатуры, какие-то еще, но также установлены в велопарковке, но кое-где, то есть это не какое-то массовое, это в отдельном. В конце 2012-го, самая активная деятельность начала, мы установили на территории 2 эко-бокса, для оборота батареи, отработавшие уже вышедшие в этот прибор, например, сотовые телефоны, мышки, то, что народ уже не знает, куда дети, но на территорию Санкт-Петербурга можно сдать. Собственно, 2 эко-бокса у нас, один стоит в студенческом конкурсе, а второй в жрите, которое в городе. И пользуются, конечно, успехом и популярностью наших студентов, теперь уже у сотрудников, которые просят установить на других площадках. Собственно, весь 2014-й год, можно назвать так, он расхортиризовался отдельный сбор, и студенты стали проводить ежемесячные акции вместе с общегородским движением, раздельный сбор. И за 9 месяцев акции они смогли привлечь внимание администрации и сказать, что мы хотим, мы будем. Нам было мало этого, хотим, мы провели соцзабросы. И результаты соцзабросов показали, что почти 98% студентов готовы. Да, они все 98% готовы прямо здесь и сейчас пойти сортировать. Но те 20%, которые сомневающиеся, ну, грубо, так сказать, сомнения не готовы сделать, в первых шагах нужно помочь, они верят, что создайте нам инфраструктуру, чтобы это было легко, удобно, чтобы нам не надо было как-то напрягаться. Мы стали думать, как же это сделать. В итоге все наши маленькие такие акции, работа со студентами, все это вместе, какие-то административные решения, вывелись в программу, на уровне университета, и мы разработали программу мероприятий по организации системы для разговора СПУ. В этой программе мы продумали все. Это создание условий для раздельного сбора, как в кампусе, так и в административных площадках. Это работа со студентами и сотрудниками, причем для каждого это своеобразный подход, потому что все разные мышления. Это инфраструкционное сопровождение на нашем сайте, в дружественных СМИ, даже на сайте комитетов по продопользованию тоже есть информация о наших успехах. Ну и, конечно же, взаимодействие со сторонними организациями, это перерабочки, это общественные организации, все, 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 кому так или иначе может быть интересен наш опыт, или они готовы с ним все это вылечить. Ну и, в принципе, мы начинаем с ними творить общую ситуацию, что происходит в городе, что думает люди, что думает бизнес, кто, чего хочет, у кого ничего не хватает. Что же, работа в студент-городке, то есть в студент-городке появился пункт приема вторых сырьях, 9 месяцев акций. Вылились в этот проект, и теперь это стационарный пункт. На слайде вы видите, результаты трех месяцев работы или как пункта. Для сравнения, в нижнем углу есть результаты 9 месяцев акций. Собственно, видно, что 2 месяца работы нашего стационарного пункта по объему вторых сырьях таких же как 9 месяцев акций. То есть, где целый год работают, грубо говоря, а эти всего лишь 3 месяца. Ну что же, мы очень дальше, мы на общих площадках, на учебках и инстантимах собираем такие фанкции, как пенопласт, распаковка оборудования, бумага, в общем, это тоже от сотрудников. Это именно этот сотрудник, они готовы сдавать. Ну, само собой, батарейки, картриджи и металлолом. Соответственно, в углу можно сравнить статистику с прошлым полугодием 2014 года. Мы растем. Нам это нравится, и у сотрудников появился запрос, они все чаще спрашивают, может, что-нибудь еще давайте соберем? Каким образом? На самом деле, все равно вговоливаю согласно, давайте спасем мир. Но администрацию цепляют, это на самом деле тот пункт, который может пригодиться всем, кто-то собирается так или иначе так зашить в своем вузе, если вы делаете руководство, да и на то, что его цепляет. Цепляет деньги. Ну, как бы это ни звучало, потому что вузам надо организовывать свою работу, им нужно распределять бюджет. Таким образом, общий объем в торс-сырье это 6% от общего. Вот от общих отходов у нас 6% собранное в торс-сырье. Что это нам дало? Мы смогли заработать на вывозе в торс-сырье, именно продать это как ресурс. А мы делаем упор на том, что мы можем это делать, почему бы и нет. Больше чем 721 тысяча, это только первые полгода работы программы. И сэкономили на том, что мы не вывезли, так как отход не выкинули. Больше чем 324 тысячи. Таким образом, вы видите миллион полгода. Это статистики. Кому интересно, чтобы сравнить, что было в 2014, то, что стало в 2015. Опять же, почти 3000 кубов сокращение с прошлого и сравним с прошлого года. И по сути, это не какие-то глобальные изменения в работе университета. Это просто желание и в кое-какие мелкие коррективы. По сути, не особо напрягается. Просто была бы идея, были бы силы. Ну, собственно, тоже, чтобы мы добились такие общие выводы, чтобы как-то это все свести в одну картинку. Мы снизили на 19% объема вводимых отходов на полигон. Мы этим очень коротимся, на самом деле. Опять же, 112 тонн на переработку вторых сырья и сзади с вами еще выручить деньги. Получили выводы от продажи вторых сырья. Ну, спасли целую проще из 500 деревьев и вон сколько квадратов земли, когда не укинули батарейки, а собрали средств на прорежку, все время все остальное все тоже слышали. Собственно, таким образом я призываю вас, если у вас есть такая идея, если вы хотите, не бойтесь и начинайте реализовывать. Ищите поддержку у администрации, а именно почему нас спрашивают, к кому идти? Идите к тем, кто занимается материально-технической базой, к тем, кто, по сути, хозяйственный. Если вы придете к ним с обоснованным, со своим проектом с обоснованным, полностью уверены в том, что это есть, ну и, соответственно, сможете созваться хотя бы на нас, мы всегда готовы поддержать и, может быть, что-то подсказать, дать какую-то информацию, то вам, я думаю, пойдут на встречу и у вас все получится. Спасибо за внимание. Спасибо. на каждом предприятии есть экологи. Вот и в Санкт-Петербургском государственном университете есть инженер-эколог, это вот, да, мы живые люди, у нас два человека, которые отвечают за все площадки, это и документы, и, соответственно, вот реализация таких вот проектов. Правда, отходы это наша главная тема, это то, в чем мы нашли, где можно доработать что-то и получить на этом какие-то реальные результаты, которые будут интересны всем. Хорошо, спасибо большое. И сейчас аплодируем.